На поезде до столицы и обратно. Расписание, по которому составы будут ходить через Крымский мост, не подтвердилось. Очередные данные опубликовали в группе, которая называется «ФГУП Крымская железная дорога» в социальной сети ВКонтакте. Стоит отметить, что сообщество не является официальным источником. Согласно данным, добраться на поезде из Санкт-Петербурга до Севастополя можно будет за две ночи и один день. Поезд будет одноэтажным с вагонами класса купе и плацкарт. 43-часовой путь состав начнет с московского вокзала северной столицы в 14 часов. Уже в 21.50 он будет в Москве. Правда, без посадки. Это объясняется отсутствием возможности заезда на вокзалы. В следующие сутки поезд будет следовать до полуострова и утром в 7.30 прибудет в Симферополь, а в 9.25 его встретят в Севастополе. А вот на поезде из Москвы можно будет доехать только до Симферополя, но за 33 часа 5 минут. Из столицы двухэтажный состав стартует с Казанского вокзала около полуночи в 23.45. Все следующие сутки он проведет в пути до Симферополя, куда прибудет в 8.50 на второй день после отправления. Длительные стоянки, кроме технических, те, где пассажиры могут выходить на платформу и вокзалы, от 25 до 40 минут. На маршруте предусмотрены, но их немного, в Мичуринске, Ростове-на-Дону и Джанкое. Примерно по 15 минут поезд будет стоять в Тамане и Россыше. Опубликованное расписание вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Люди возмущены тем, что на поезде Санкт-Петербург-Севастополь не будет посадки в Москве и назвали это неуважением к пассажирам. Некоторые даже предложили свои варианты для остановки. Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста должно завершиться в декабре этого года. В связи с этим некоторые подписчики официального ресурса Крымской железной дороги предположили, что движение поездов начнется 23 декабря, но официальных данных пока нет. В Крымских железных дорогах информацию о расписании, которая дважды появлялась в интернете, не подтвердили, но и не опровергли.